84% россиян сталкивались с аллергической реакцией. Об этом говорят исследования Института общественного мнения. Чаще всего аллергеном становятся растения, а на втором месте – укусы насекомых. Да, кусали осы, аллергия есть сильная. Может, разочек меня кусала оса, но не помню, что была аллергия, но неприятно было. Аллергии нет, кусала два раза. Меня раньше никогда не кусала оса, и укусила первый раз. Нет, меня не кусали. Нет, у меня даже дальше есть, но меня там не кусали. Кусали несколько раз с детства, в общем, никаких аллергенных реакций не было. Просто жалко пчелку было. Ничего страшного не было. Да, кусали. Не было никаких осложнений после вот этих укусов. Конечно, они болезненные, они не являются каким-то, мне кажется, лечебным средством, не доставляют определенного удовольствия, но самое главное, что осложнений не было. Наиболее значимые аллергические состояния вызывают укусы насекомых, которые относятся к отряду перепончатокрылых. Это осы, пчелы, шершни и шмели. Аллергия никогда не проявляется бессимптомно. В любом случае будут проявления аллергии. В месте укуса выражены зуд, отек, болезненность. Первое, что нужно сделать, это вытащить жало и обработать место укуса местными антисептиками. Еще один важный момент – не допустить распространения яда насекомого. Нужно сделать так, чтобы яд не всасывался с места укуса. Для этого можно просто туго перебендовать выше места укуса, чтобы кровь плохо отходила и не было системной реакции от воздействия яда. Например, укусил оса в палец, мы его сразу перемотали и с этим перемотанным пальцем едем в больницу. У некоторых людей укусы могут вызвать серьезные аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. Поэтому при острых симптомах необходимо оказать неотложную медикаментозную помощь. А вот использовать укусы пчел в качестве лечения, как любят делать многие приверженцы народной медицины, врачи не советуют. Я к такому отношусь осторожно. Аллергия не возникает при первом укусе насекомого. Только при повторном, когда сформируется полноценная реакция иммунитета. Поэтому сейчас вас может укусить оса в первый раз жизни, и это все пройдет достаточно безболезненно, а на второй раз разовьется сильно аллергическая реакция. Поэтому лучше с этим не экспериментировать и лечиться все-таки в традиционной медицине. Несмотря на то, что осы и пчел часто путают, между ними есть несколько ключевых отличий. Если взять пчелу и осу, они в спокойном состоянии, то, допустим, если это оса, то я могу сказать, что это удлиненное тельце с яркими желтыми полосками. Пчела имеет более спокойную, ровную такую структуру, у нее тело более гармоничное. Если в полете, это достаточно сложно будет сделать, потому что пчела спокойно летает, в принципе, она не привлекает внимания, у нее всегда спокойствие в полете. То есть оса – это очень такое агрессивное само по себе насекомое, оно летает обрывками какими-то, она может в одном положении оставаться. То есть даже по полету мы можем это понять. Пчелы питаются нектаром и пыльцой, играя важную роль в опылении растений. Это делает их жизненно важными для сельского хозяйства и экосистемы в целом. Осы, хоть и имеют негативную репутацию из-за своей агрессивности, тоже играют значимую роль в экосистеме, как хищники, контролируя популяцию других насекомых. Для осы даже любой взмах руки, там еще что-то, какое-то движение вызывает агрессию. Она сама по себе, у нее вот эта агрессия присутствует, и она может ужалить. И в принципе, знаете, надо понимать даже строение и пчелы, и осы. То есть пчела, когда жалит, надо понимать, что если она ужалила, то есть она погибает. Оса может ужалить несколько раз, она даже может укусить. У нее жало прямое, то есть она входит в тело и потом выходит спокойно, то есть она продолжает жить. У пчелы так не получается. Чтобы избежать укусов, людям с аллергией рекомендуют с осторожностью посещать леса, поля, парки. И не забывать пользоваться химическими средствами защиты от насекомых. Не рекомендуется ходить босиком по траве, а на окнах в доме лучше использовать антимоскитные сетки. В весенний-летний период нужно избегать сладких ароматов и отдушек в духах, лаках для волос, гелих для души и шампунях, так как именно эти запахи привлекают перепончаток крылых. При работе на огороде или в саду следует выбирать максимально закрытую одежду. Августина Охременко, Игорь Казановский, Константин Головин, Валерий Майоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok